Очередной материал, которого в принципе могло бы и не быть. Потому что чего снимать? Одной фразы достаточно. Где господин вот этот покупает мясо? Для себя, для своей семьи, для своих котов привередливых. Так вот мясо и самое вкусное, и самое сочное я покупаю вот здесь вот. В торговом комплексе «Локомотив», что рядом с вокзалом. И вы знаете, большой привереда я в том числе. Люблю так, чтобы меня никто не обманывал, и мясо я брал то, которое будет честное. Здесь оно именно честное. И дело в том, что вы не ошибетесь, продавец здесь только один. И этот сюжет не для вегетарианцев. Этот сюжет для тех, кто любит правильное мясо. В лету, и к счастью, канули времена дефицита и стихийных рынков. Рынков сейчас много, и торговцев мясом хоть отбавляй. Но мы сегодня за качество беседу идем. Качество, проверенное на себе. И скажем, вполне ответственно. Здесь мясо не поливают нитритом натрия для красной красоты. Здесь мясо рубят аккурат в тех количествах, чтобы удовлетворить потребности потребителя. И не складируют его, размораживая раз за разом. Да и для чего? И вы посмотрите на ассортимент. И это не для нас было сделано. Это здесь каждый раз. Кусок-кусочку. Любо-дорого посмотреть. Потому что этим мясом специалисты своего дела гордятся. Потому что знают, что... Сейчас такое странное время. Цены везде растут, да? Да. И естественно, хотелось бы покупать в раз и качественную продукцию. Здесь так получается? Ну, вы знаете, я здесь редко. Я просто сейчас случайно ехала за городом, с Банного. Ну, заехала, вот кое-что выбрала себе купить для семьи. А так, я здесь бываю очень редко. Но, судя по тому, что здесь люди бывают, наверное, здесь ничего. Наверное, можно покупать продукцию. Жизнь в России – это еще то приключение. Мы вроде как крупнейшей сельскохозяйственной державой были еще сто лет назад. Кстати, время-то было счастливое. На Южном Урале паслись тучнейшие стада. И после откорма они плавно перемещались по пойменным лугам в Москву. И тогда даже никто бы себе не мог представить, что в мясо будут добавлять растительный белок. И кто бы об этом тогда догадался, был бы выпорот, наверное. Что вкуснее кушать, натуральное мясо или сою? Конечно, натуральное. Я, конечно, не заставляю, но подумайте. При цене мясо, ну, скажем, даже 150 рублей за килограмм. Килограмм котлет. Как думаете, сколько стоит должен, а? И тут-то, по сути, есть о чем порассуждать. Кстати, есть замороженный фарш – это признак дурного вкуса. И это из химии. Фарш после размола увеличивается по площади в разы. Естественно, все химические процессы ускоряются. Естественно, вымерзает нафиг все полезное. Поэтому, вспомнив опыт наших мам, скажем, котлеты жарились из свежего фарша. И пельмени в холодильнике не замораживались. И даже потому, что холодильников с морозильной камерой тогда просто не было. Я вижу, вы так мясо покушать тоже любите? Мясо мы всегда покупаем. Наверное, сейчас есть вопрос. Ели колбасу за 300 рублей килограмм, или натуральное мясо. Мясо. То есть из мяса всякое вкуснее и сытнее? Конечно. А где берем мясо? Только здесь. В другом месте я даже не покупаю. Здесь всегда свежее мясо. А теперь я вам открою страшную тайну. Вам, любителей эрзац шашлыков. В пересчете на вес, мясо в одном изделии на одном шампуре вам обходится в 1000 рублей за килограмм. За килограмм чистой лени. Не знаю, как для вас, а для меня такие цены заставляют вернуться к традиции дружественного общения под шашлычок на природе или даче, потому как... Мясо сейчас, наверное, кусается. Надо выбирать качественное? Конечно. Здешний вид мяса вам понравился? Да. Вы частый покупатель здесь? Здесь нет. Я в «Радуге вкуса», а здесь проездом. Поудивило то, что здесь есть вот такое место? Да. Понравилось, да. Почему мы так закусились за судьбу обычного человека? Да потому, что ни разу, во-первых, не усомнились в качестве его товара. Естественно, как вы поняли, мы не одни такие. Это сотни покупателей и постоянных клиентов. Тут все очень просто. Он умеет продавать и делать из мяса произведения честные произведения искусства. А другим они дано. У нас, кстати, такое часто случается. Вчера продавал урюки, сегодня мясо. Вчера получал двойки, сегодня крутим гайки на иномарках. Вчера была с шавкой белобрысой, сегодня рулим кабельным вещательным каналом. Естественно, завидно, что ничего не получается, потому как не дано. Но пошлинки и амбиции заставляют пакостить и гадить. И по мелкому, и по крупному. Но ничего, в данном случае на меня напоролись. А предательство, трусость и ложь я генетически ненавижу. Я, честно говоря, с уважением отношусь к мясу, но вот так рубить это не мое. И видел везде на рынках, ну, какие-то бесформенные куски мяса. Вы как научились этому? Ну, очень давно уже начал рубить мясо. Уже более 15 лет работаю. Как говорится, опыт есть. Что главное? Как вот показать? Потому что кто-то маскирует косточку. Ну, мы обычно кость сразу убираем. И, как говорится, сразу сценникам пишем, что кусочек без кости. Хоть задний, хоть передний можно лопаточки взять. То есть целиком мякоть, либо та кость, которая называется сахарной. Ну, да. Кто-то является перекупщиком. Вы просто у селенина сами берете мясо? Да, мы закупаем у населения. То есть нет того вот этого звена, который перепродавец. Вы напрямую рассчитываете с каждым? Напрямую, да. И поэтому такие приемлемые, хорошие цены? Ну, да. Приезжают с Кизила у нас, сдают мясо. С Нагайбатского района привозят. И мы вот берем чисто дворовое, крестьянское хозяйство. Вот так вот все с заботой о людях здесь делается. И самое приятное, что меня поражает, это полное отсутствие для людей, торгующих здесь, алчности, прилипчивости и подобострастия. Товар здесь не навязывают. Им здесь, еще раз повторю, гордятся. А результат – естественная благодарность покупателей. Наверное, это будет очень вкусно. Как думаете, будет вкусно? Да, будет вкусно. Мясо здесь всегда вкусное, свежее. Вот я, вот мужчина, не даст соврать, я к нему постоянный покупатель. Вы берете на фарш сами? Да. Однозначно. Только сама. То есть вот это отношение, дело в том, что я не против к продукции, как говорится, следующей переработки. Но все-таки, когда ты сам кручишь мясо, это немножко по-другому? Конечно, конечно, это намного вкуснее. И чувство безопасности, все равно немножко опасаешься. Может быть, все вкусно, но увы. То есть когда вот настоящий кусок мяса тает в мясорубке, а потом в пельмешках, это просто ум отъешь? Да. И что я делаю? Наверное, после этого материала сюда толпой люди поедут. Потому что удобно. Любой маршрутный агрегат, типа гизель, трамвай, автобус, ну, практически любой приезжает на вокзал. Ну, и вообще-то сюда едут большинство гостей города Магнитогорска. Есть села в том числе. Кстати, для гостей вот это самая полезная информация. Здесь мясо возьмут без перекупщиков. Вот. А для жителей города Магнитогорска, ну, все, в принципе, видели. Здесь настоящее, качественное и честное мясо. Поэтому можно кушать тот продукт, который вы любите. Ну, борщ, коклеты, фаслык. Все, я пошел что-то покушать скокотилось. Вот, не сомневаюсь в том, что родное мяското. И без добавления сои и всяких цветовых красителей. Субтитры сделал DimaTorzok